13 октября, воскресенье. Мне немножко жарковато, но я спину берегу. Погода просто чудесная. Куда идём сегодня? Сейчас расскажу. Сегодня выходной, поэтому не будем никуда спешить и спокойно пройдёмся по улицам Осенней Варны, и сегодня побываем на фестивале уличной еды. Потом прогуляемся по морскому парку и посидим в минеральном бассейне. Вы со мной? Тогда пошли. А как вы относитесь к уличной еде? Я с большим удовольствием всегда пробую что-нибудь интересненькое в своих путешествиях. Варни очень часто проводят фестивали уличной еды в различных форматах. И сегодня вот у нас еда на колёсах. Вот такие передвижные фургончики, в которых можно и готовить еду, и прямо с них её продавать. Очень популярны для Болгарии. Здесь проводится много различных зрелищных мероприятий и на лоне природы, и в небольших городах, и сёлах. И вот на такие мероприятия приезжает очень много людей с различных концов страны. И, конечно, они с удовольствием покупают еду, которая прямо вот с пылу жару здесь приготовлена. Это вафля? Вафля. По какому рецепту это какая вафля? Какая страна? Хонконг. Гонконгская вафля? Вау. Меня лично сегодня очень впечатлила вот эта заморская неледель. Вафля по гонконгской. Вафля очень вкусная, это точно. Да, это вафля. Ага, иконка с трубой такая. 5,50. 4,50. А, от размера. Всё, благодарю. И этот мальчишка уже несколько дней поёт перед входом в парк. Он собирает деньги для участия в конкурсе. Ну и как вы думаете, соберёт? А я вот просто уверена, что у него всё получится. Посмотрите, как люди ему помогают. Ну а теперь пойдём в бассейн с варнинской минеральной водой, которая лечит, по-моему, все заболевания, какие только есть на свете. Дорога к этому бассейну лежит через морской парк Варны. Деревья здесь огромные-огромные. Смотрите, какая мощь. И ещё всё зелёное. И листва, и травка. И здесь находится очень много интересных объектов. Про этот парк у меня есть немало видео на канале. О, там и пикник. Отдыхают. Интересно. Вроде как по календарю осень, а по погоде совсем лето. Вот такая варна. Ух, там море виднеется. Вот я туда и иду. А вот и море. Красиво, правда? Волна к волне. И белый парусник. Ты уже? Да, да. А я ещё. Да, ты уже. Ну, в общем, я туда. Вот он, бассейн с живой водой, которая лечит всё. Источник здесь с горячей водой. Значит, баня по-болгарски. В начале нашей эры территорию нынешней Болгарии захватили римляне. И немало бань они здесь понастроили. С тех пор уже исчез Рим. Разрушились древние бани. А вот обычай ходить в баню не только для того, чтобы помыться и оздоровиться, но и пообщаться остался. Вот, пожалуйста, румын и японец. Только что познакомились здесь с бассейном. И зависался разговор. На английском, конечно, языке. О том, почему уже не однажды каждый из них приезжает в Болгарии. Что и природа здесь хорошая. И посмотреть есть много чего. Я тоже присоединилась к разговору. Подсказала японцу, какие еще интересные места можно посетить. Очень интересно было услышать о впечатлениях японца от болгарской кухни. А это я уже разговариваю с молдаванами. С ними я тоже только что познакомилась. Дядя и его племянник. Племянник с девушкой. Говорят, что живут в молдавском селе недалеко от Румынии. Имеют собственное хозяйство. И достаточно часто приезжают в летний сезон на море. Именно в Болгарию. Румыния ближе, но там море холоднее. И дороже все. И вот они на машине. Приезжают сюда к знакомым. Проводят 3-4 дня. А потом опять работать. Вот такой у нас волшебный бассейн. Я здесь не только свою спину лечу и удовольствие получаю. А еще и материал для книги собираю. В общем, душа не выдержала. Зашла. И купила все-таки я себе вот эту бафлю экзотическую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!